То есть у нас 7 гектаров спорта и 2,5 гектара для жилого фонда. Бокс, бокс, хоккей, хоккей, бокс, бокс. Это во дворе у тебя, по большому счету, вся спортивная инфраструктура. Формат больше не под аренду, а под будущую счастливую семейную жизнь. 450 тысяч за квадратный метр с ключами летом в следующем году. Пойду-ка я пересплю с этой мыслью. Всем привет, дорогие друзья. Это видеоблог «Хочу квартиру». И я, Никита Журавлев, который постоянно хочет улучшить свои жилищные условия. И у меня сегодня задача найти то пространство, куда можно перевести свою многодетную семью. Задача довольно сложная, как показывает практика, что-то все не устраивает. И мы сегодня в северо-восточном округе города Москва. Это район Ростокино, а конкретно Вильгельма Пика улица. Приехали посмотреть жилой комплекс «Союз». Почему «Союз»? Мы узнаем. Группа компании «Родина застройщик». Уникальный застройщик, который не просто делает квадратные метры и ставит коробочки, а он делает большую спортивную инфраструктуру. Почему мне это важно как многодетному отцу? Потому что мне нужно, чтобы мои дети были заняты спортом, образованием. И чтобы мне не нужно было, точнее, моей супруге гонять по району, развозить детей туда-сюда. И мне важно, чтобы это было все в одной точке. Группа компании «Родина» вообще уникальная компания, которая и специализируется на таких проектах. У них проекты, которые в большей степени развивают инфраструктуру образовательную и спортивную. Почему? Ну вот сегодня попробуем и выяснить, почему, зачем и что в жилом комплексе «Союз» будет такого уникального. Погнали, посмотрим. Юр, жилой комплекс «Союз». Давай начнем с того, где мы находимся территориально, что за локация, и потом объясним вообще, почему «Союз». Где мы находимся? Никит, находимся мы на северо-востоке Москвы, это район Ростокино. Это стадион «Искра». Старейший стадион Москвы, порядка 90 лет ему, а эта территория 9 гектаров. И у нас уникальность состоит в том, что рекордное соотношение спортивной инфраструктуры к жилой. То есть у нас 7 гектаров спорта и 2,5 гектара для жилого фонда. 30% территории вы отдали под жилье, остальное оставили под спорт? Да, уникальная особенность, потому что мало кто из застройщиков это делает. Но концепция, идея, философия нашей компании, группы компании «Родина» — это строительство инновационных жилых кластеров. Расскажу, что это такое. И здесь мы вкладываем огромные усилия, средства и силы в развитие инфраструктуры при жилом комплексе. Здесь стадион, и здесь направлено все на спорт, на здоровье. Поэтому здесь будет во дворе 20 видов олимпийского спорта, которого мы здесь добавляем. Мы еще к нему вернемся и расскажу, что здесь будет. А в целом, если рассказать о нашей компании, группе компании «Родина», то на рынке мы с 2015 года. Первый проект — новогорская олимпийская деревня. И наша особенность отличительная, что мы тщательно выбираем территории, где хотим строить. То есть попасть на стадион тоже было непросто, много желающих было сюда. Но группе «Родина» и город отдал это предпочтение. Объясню, почему. Все наши проекты, их на сегодняшний день три, объединяет обширная лесопарковая зона и наличие воды. То есть здесь у нас река Яуза, прям выход с твоей набережной. Russian Design District — второй наш проект, это культурно-образовательные кластеры, спортивные. Там река Десна и лесопарковая зона, но это Новая Москва, Калужское шоссе за МКАДом. И в первом проекте «Новогорский» там река Сходня. Поэтому мы не строим в какой-то промзоне, как массовые застройщики. Они покупают участок, строят доминанты и нарезают там мелкие квартиры. Нет, у нас совершенно иной подход к строительству и к планировкам. Это направлено на спорт. Мы строим места, жилые кластеры, где хочется жить, расти детей, рожать детей, укреплять семью. Семейные ценности, да. Гопники мои растут. Мне нужно их куда-то в спортивную инфраструктуру отдать. Много гопников. Старшая не гопница, старшая уже 12. Среднему 3-4 будет. И младшему год. Я дофига времени трачу, чтобы кружки, спортсексы. У меня супруг гоняет постоянно целая головняк. А мне нужно, чтобы это было не просто в шаговой доступности, а условно говоря, во двор отдал. А они сами дошли, условно говоря. Что тут идти? Это во дворе у тебя, по большому счету, вся спортивная инфраструктура. Да, мы рассказываем, что во дворе у вас, можно сказать, лужники. И это, знаешь, все говорят, вшаговая доступность. Да тут не вшаговая доступность, тут во дворе вообще буквально. И поэтому мне очень интересно для того, чтобы своих детей отдать, чтобы они спортом занимались, развивались. И не тратить время на какие-то там поездки, отъездки и так далее. Абсолютно согласен. Сейчас мамы стали таксистами для своих детей. Абсолютно, да. Это проблема номер один, потому что все все равно хотят развития. То есть ребенок, хотя бы до юности, до 14-15 лет, получая спортивное какое-то... Развитие, да. Развитие, да. Не говоря о профессиональном виде спорта, да. Но здесь можно укрепить здоровье вообще в любых единоборствах, в футболе. Самостоятельность проявляется у ребенка, да. Окружение, с кем он живет, с кем он дружит, с кем он ходит на спорт. Здесь будет, ну, на самом деле уже есть футбол, два стадиона. Зимой один стадион каток, каток искра. Теннисные корты, будет ледовая арена, хоккей. То есть три основных вида спорта. Футбол, хоккей, большой теннис, да, здесь у нас представлены. Плюс у нас появилось пляжный волейбол, шесть площадок. У нас профессиональный спорт, это школа Олимпийского резерва Буревестник. Школа вихтования, где Софья Великая начинала здесь свою карьеру. Олимпийская чемпионка. Плюс залы для бокса, единоборств, ледовая арена, хоккей, фигурное катание, легкая атлетика. Все здесь будет представлено. Вот. И поле для мини-футбола. Баскетбольные, волейбольные площадки. Но вообще у Родины есть такая болячка, условно говоря, да, как бы во всех своих проектах они размещают неких олимпийских чемпионов. То есть те олимпийские чемпионы, они сами создают пространство под себя через свой опыт, через призму того, что им надо. Да, там РРД, да, называется? Russian Science District, да. У нас там как раз школа Камила Гаджиева и плюс дворец художественной гимнастики Ирины Виновны. Идеологом, да? Идеолог и вдохновитель, да. И как раз она, так как имеет непосредственное отношение к спорту в Российской Федерации, она и привлекает олимпийских чемпионов, спортивных представителей, да, в эти школы. И здесь мы то же самое планируем внедрить. То есть когда все закончится, здесь будет и фигурное катание, хоккей, теннис. И я уверен, что будут привлечены бывшие олимпийские чемпионы, действующие спортсмены. У меня малой все говорит бокс-бокс, бокс-бокс, хоккей-хоккей-бокс-бокс. В принципе, даже то передвижение мам-таксист, это столько времени, потому что, ну, как ни крути, у тебя все равно какие-то пробки есть. И ты вот в любом районе, когда ты передвигаешься на машине, возишь детей, это куча времени, это куча нервов, это посадить в машину, высадить, одеть, довезти, припарковаться. Это просто какой-то ад. Самое интересное, что если не просто у вас футбольное поле, да, и футбол, а у вас ребенок может менять выбор спорта. Каждый год он захотел, футболом позанимался, не понравилось, потом пошел играть в теннис, что-то не получается, может стать хоккеистом и заняться вихтование. Да нет, это очень важно, я просто столкнулся с этой проблематикой, и реально очень важно, чтобы дети чем-то были заняты, чтобы у них там были такие характеристики, как уперство, победа, спорт, достижения. Ну, то есть вот эти вот навыки у них с детства сразу рождались. Где мы территориально, транспортную инфраструктуру, давай проговорим. Мы находимся на пересечении улицы Вильгельма-Пика и сельскохозяйственной улицы. Что касается транспорта, то у нас порядка 6-7 минут до метро Ботанический сад. Пешком. Пешком, да. И проходите вы через красивые виды и зимой, и летом. То есть у нас есть Кованый мост при выходе из жилого комплекса, да, вот как раз на макете он представлен. Через красивейший парк Сад Будущего проходите буквально 5-6 минут. И за метро у нас МЦК, как дополнительный еще бонус в транспортной доступности. И опять же, это не МЦК под окнами, ЖД, а достаточно далеко. То есть здесь вы как, ну, достаточно далеко от дорог, в тихом, уютном месте находитесь. Дома отдалены от трасс. Плюс у нас вот здесь вот выход на ВДНХ, Северный вход, буквально 5-6 минут. Крупнейшая, ну, вообще точка притяжения всей России, да, куда люди приезжают. Сейчас выставка России как раз проходит. Переходит парк ВДНХ в ботанический сад, дальше Леоновская роща, парк Сад Будущего, Акведук и Сокольники. Вокруг вас 430 гектаров леса. У нас индекс экологичности 3,8 из 4-балльной системы. Никаких вредных предприятий, шумных дорог, ЖД. Этим и ценится, на самом деле, наш проект. Помимо спорта. Что удобная транспортная доступность, свежий чистый воздух. И очень много мест для отдыха, где семьи проводят. К нам приезжают из области. Не припарковаться у ВДНХ вообще. Это просто, вот когда мы ездим в ВДНХ, это просто ад. А здесь взял, пешочком прошелся и попал в эту огромную территорию. Повторюсь, из-за того, что мы в таком свежем, ну, можно сказать, в зеленой хорде, а в то же время инфраструктура вся очень сильно развита. У вас трое детей, и сады, и школы здесь предусмотрены как муниципальные, так и платные. У вас под окнами прям школа 1499 возле второго корпуса. Школа-гимназия Сфибелова через Хорду, Брукс-Москва, американская школа топовая. То есть есть выбор. Детские сады бесплатные, муниципальные здесь через дорогу. Два бесплатных сада. Давай перейдем вообще к самому проекту. В чем его уникальность, с чего он состоит, концепцию вот этого всего мы поняли. А домики из чего состоят? Расскажу. Шесть домиков. Сдаются они очередями, то есть три этапа. Первый этап – это первый и второй дом, третий и четвертый корпус и пятый и шестой. По срокам получения ключей. Первая и вторая очередь у нас уже на высокой стадии строительства. Мы анализ заканчиваем лить. Ключи получаются в следующем году летом. Август-сентябрь. Крайний срок. А вторая очередь ровно плюс год. Это лето 26-го. И конец 26-го – получение ключей в третью очередь. То есть в конце 2026 года здесь все закончится. Окончание строительства у нас первый квартал 26-го года. Это шесть корпусов, 23 этажа, в которых последние три этажа – это уникальность нашего проекта, опять же, пентхаусы с террасами. Большие площади, от 100 метров, уникальные планировки. Можно здесь сделать, то есть они до 60 метров доходят, именно террасы. От 30 до 60. Но и балконы, представленные в каждой квартире, начиная с третьего этажа, от одного до трех балконов, в зависимости от планировки. Юр, жилой комплекс «Союз» – премиальный класс. Вот в чем его премиальность? Ну, во-первых, это огромная территория, которую сейчас очень тяжело найти в Москве. Это наличие лесопарковой зоны, выход к своей набережной. Кстати, набережная будет благоустроена городом. Вот здесь вот, да? Да-да-да, это будет суперпарк Яузов, который уходит в несколько парков. Прямо со двора можно будет выйти? Абсолютно верно, да. Шесть корпусов, большое достаточно пятно застройки и высотность 23 этажа. Это не доминанты по 48-50 этажей. Сейчас 150 метров фигачит. Наличие больших площадей в нашем комплексе, то есть формат больше не под аренду, а под будущую счастливую семейную жизнь. Две-три комнаты, четыре площади доходят до 200 метров. Это закрытая территория. Будет двор не то, что без машин, а сюда никто не может попасть. То есть вход по метке. Внутри ландшафтный дизайн. Известное архитектурное бюро будет проектировать ландшафт с кейпом. Это будут фонтанные зоны, детские игровые площадки. Плюс очень дорогая инженерия. Что здесь будет? Чистая питьевая вода, бесперебойное горячее водоснабжение, центральное кондиционирование, предточно-вытяжная вентиляция. Плюс панорамное остекление каждой квартиры. Окна у нас полностью вползнутри польными радиаторами. Окна немецкого профиля ШУКО, всем известные. Доступ у вас будет в каждое из дизайнерских лобби. То есть качественные дорогие материалы. Зачем вам нужен доступ в каждой из корпусов, объясню. Потому что помимо того, что их всех объединяет, это диванная зона, кофе-поинт, рецепшн, охрана, комната матери-ребенка и лапомойка в каждом корпусе, мы сделали общее пространство. Допустим, в первом корпусе будут переговорные, доступные через приложение 24 на 7. Забронировали, провели встречу, переговоры, поиграли с друзьями в игры. Неважно. Здесь у нас детская игровая комната. Комната для занятий музыки с хорошей шумоизоляцией. Детская игровая – это очень важно, когда у тебя погода плохая, куда-то детей нужно. Да. И там будет именно общественная такая, да? Конечно, да. Это именно для жителей. Если кто-то занимается музыкой, играет на музыкальном инструменте, у меня дочь на флейте играет, да, и она тренируется, занимается домом. Здесь есть отдельное помещение с хорошей шумоизоляцией. Можно арендовать, провести там занятия с педагогом. Многие жители местной, ну, нашей локации хотят улучшить качество жилья. И соседних комплексов 2000-х годов, бизнес-классов, да, здесь покупают квартиру, потому что не хотят менять локацию. Локация бомбическая. Спора нет вообще. У тебя какой коэффициент машины-мест? 560 машины-мест. Минус первый этаж – это одно большое пространство под паркинг. Места предусмотрены как для электрокаров. При въезде планируется мойка на платной основе, возможно, зона хранения шин, шиномонтаж. Плюс велосипедные и колясочные тоже под каждым корпусом. Это важно, чтобы колясочные были не во входной группе. Нет, они на минус первом этаже. Эти колясочные, они превращаются просто в кладовую, в общественную кладовую. То есть у тебя пространство первого этажа входной группы, в лобби, склад для колясок и велосипедов. Просто. Его нужно правильно переносить под земку. У нас закрытость двора идет именно забором передней и задней части и с телобатной частью. То есть телобатной частью у нас будет коммерция, ритейл, магазины здорового питания, кафе, супермаркет обязательно. Премиального класса – это что-нибудь типа азбуки вкуса, перекрестка минимум. Но вы продаете коммерцию? Нет, она у нас будет в аренде на сегодняшний день. Вы сами будете управлять? Да, на сегодняшний день такая информация. Потому что когда продают, ты собственника фиг проконтролируешь. Он тебя КБшку посадит. Я думаю, что это с этим и связано. Да, потому что он КБшку… Концепция нашего проекта «Союз». Просто «Союз» – это еще аббревиатура. То есть это расшифровывается как спортивно-оздоровительный кластер юности и здоровья. Поэтому здесь все у нас направлено на спорт, на здоровье, на спортивный образ жизни. Ну и сейчас тренд такой. Все хотят быть молодыми, красивыми, здоровыми. Наша теперь цель родителей, чтобы детей правильно воспитать, чтобы у них был характер, чтобы они закаляли, чтобы мы же вкладываем сейчас все в детей. И основная миссия – это чтобы дети у нас выросли. Миссия у компании «Родина», основная миссия – это вырастить, воспитать будущих управляющих страны, чтобы они были спортивные, образованные, успешные, здоровые. В таком глобальном масштабе, на самом деле. Поэтому мы строим мощнейшую инфраструктуру, спортивную, образовательную. И вот эту концепцию инновационных жилых кластеров у нас как раз Ирина Винер и защищала у руководства страны. Надо мне вам Добрыню отдать на перевоспитание, чтобы он был классным управленцем. Юр, давай посмотрим, что есть из планировочек. Еще раз напомню, что нужна просторная квартира, кухня-гостиная, три спальни, видовые. И, ну, наверное, не основная история. Ну, вообще, если по трем комнатам кухни-гостиная, они начинаются от 90 метров до 115. То, что сейчас есть в наличии и подходит для тебя, это отличный вариант 105,3 метра в первом и втором корпусе. Это в первой очереди. Родительский мастер-блог, да, то есть через гардеробную, мастер-спальню, гардеробная при входе, гостевой туалет, большая кухня-гостиная, причем у нас именно как раз к нам их люди идут, клиенты, из-за практичных, эргономичных, планировочных решений. Нету длинных коридоров, за которые площадь вы платите, да, но максимально неэффективно используете. Здесь же у вас посередине идет кухня-гостиная, порядка 30 метров, и две детские разнесены. То есть дети отдельно у них свой угол, своя территория, свой шум и так далее. И вам не мешают. Они не за стенкой находятся, что очень важно. Знаешь, что здесь самое важное? Что? Три тубзика. В трехкомнатных квартирах достаточно редко. Ты понимаешь, это как важно. У меня сейчас двое заходят по кабинетам, как я говорю, и вот там вот они тусуются. С утра это такая пробка. У нас два санузла, и уже не хватает. Поэтому это очень важно, чтобы было три санузла. Это прям, прям вот я всем говорю, ребята, делайте три санузла. У тебя получается на лестничной клетке раз, два, три, четыре, пять квартир. Четыре лифта. Четыре лифта. Подожди, на 23 этажа. А, в принципе, да, нормально. Ага. Сколько? Такой вариант на 12 этаже стоит 48 миллионов. 48. Это сколько за метр получается? 457. Да. Если ты покупаешь за наличные, то сейчас в марте скидка 5 процентов, представляется тебе. За кэш я тебе не дам кэш вообще. Ты что, 48? А какая была бы интересная сумма? Слушай, ну, безусловно, у меня идет семейная ипотека. Халявные деньги, 6 процентов вообще, чего нет? То есть это семейная ипотека. Семейная ипотека минус 12 миллионов, правильно? Может быть, что-то нужно реализовать, продать. Потому что, ну, помимо того, что у нас есть услуга трейд-ин, да, мы еще предоставляем рассрочку уникальную. 5 процентов сейчас платишь и 95 через полгода. С возможностью перехода на ипотеку. Мы же знаем, что семейная до 30-го года, то есть она как господдержка не до лета, не до 1 июля этого года. То есть можно, допустим, если есть объект для реализации, за 6 месяцев его продать, зайти в проект, внеся всего лишь 2,5 миллиона, зафиксировать квартиру стоимость и в течение полугода реализовать либо самостоятельно, либо через нашу помощь свою квартиру. Не сливать ее за месяц по низу рынка, а продать по хорошей рыночной цене. Внимание, вопрос. Я сейчас вам заношу 2,5 миллиона. Да. Так, мы фиксируемся. Да. Подписываем договор долевого участия, регистрируем, все, это сделка. Это дополнительная. Да, я ухожу гулять. Да. До когда? На 6 месяцев. То есть я ухожу гулять до ноября 25, 24. До октября. До октября. До октября, да. В октябре я должен прийти 48 миллионов, донести 46, условно говоря. Ну, 45,5, да. Да, мы округляем. И получается, можно взять в ипотеку. Из 46, мы вычитаем 12, мне нужно донести 34. А у вас нету там траншевых, фиганшевых? Траншевые, там большие первоначальные взносы, квартиры с удорожанием. То есть не столько интересно, сколько рассрочка от застройщика. Потому что у нас есть еще на вторую очередь рассрочка 30 на 70. 30% сейчас и 70 мы до сентября 25 года. Это 6 кварталов. То есть на полтора года делаем рассрочку. Вот. Такая рассрочка с небольшим удорожанием, порядка 3%. Либо до конца этого года тоже 30% вносим и 70 платим по кварталу. 3 квартала. Ну, у меня по плану 30. Из них улетает 12. Ипотека у меня здесь остается 20. 18. Этот у меня минус 7. Этот пятак. Соответственно, 9. 4. То есть у меня под вопросом 4. Мне нужно еще где-то взять 4. На полгода. 3 миллиона мне нужно. А скидочка какая-нибудь будет? Вот от этой цены. Если мы берем, Никит, в рассрочку, то здесь маловероятно, но все обсуждается. То есть если мы первоначальный взнос делаем не 2,5, а увеличиваем, то возможно согласовать какую-то минимальную скидку. То есть не 2,5, а если есть 10 миллионов. То есть это уже у каждого своя ситуация. У каждого клиента. Но зайдя с таким минимальным... Ну да. Я просто прошерстил весь рынок. Все мои хотелки, вот эта квартира, они начинаются от 55, от 60. Это просто какой-то... Пад. Хорошо, если я сейчас захожу. В октябре мне нужно деньги. Ключи вы мне отдаете в 25-м году летом. У меня здесь будет ипотека 12 миллионов. Это у меня, по-моему, 60 тысяч рублей. 12 семейная ипотека. Это у меня будет, по-моему, 76 тысяч в месяц. Ежемесячный платеж. Соответственно, нагрузка у меня будет идти год примерно еще аренды. Какие еще есть варианты планировочек, которые можно рассмотреть в этом же примерно бюджете? Если нужно 3 спальни... 3 спальни обязательно. 3 спальни, да. Есть интересный вариант. 89-90 метров. Внутренний двор. Тоже с кухни-гостиной. 3 спальни и мастер-спальни. Такие на невысоких этажах начинаются от 40 миллионов. Мы 8 миллионов срезали уже. Ну, правда, и метраж... Ну, здесь и 90 вместо 105. Но, опять же, здесь никаких длинных коридоров. Все очень продуманно, эргономично и практично. Так, 40 миллионов. Делим на 89. Так сразу надо было начинать. Смотри, бюджетненько. 449 тысяч. 450 тысяч за квадратный метр. С ключами летом в следующем году. А здесь есть мокрая точка, чтобы мне сюда впихнуть? Вообще мокрая зона у нас не переносится. То есть... Я хочу сюда поставить стиралку. Я думаю, проблем никаких не будет. То есть, по стирочную здесь как раз отсюда можно протянуть. Есть все выводы. Соответственно, входная история. А, я понял. У меня минус санузел получается. Ну, в принципе... Да, здесь их два. Еще и балкончик у меня. Конечно, это с понижающим коэффициентом. То есть, ты платишь 30% от фактической площади. Здесь 4,5 метра. Платишь 1,5. Это же целая терраса. Ну, это коэффициент, да. Можно сказать, терраса. Это будет малированное стекло изогнато. Ограждение 1,20 метра. Безопасное. Которое можно поставить тут плетеную мебель. Столик посередине. И просто пить кофе. Любоваться. Это же терраса. Слушай, ну, спальня огромная. Получается, ага, ага. Вот вы сюда гардеробку вставили. 89,5. Ну, скажем так, 90 она будет. Ну, она 90 будет. Ну, реально, когда построится, мы когда обмеры сделаем, у тебя все равно... Мы стараемся все в пределах... Я понимаю, стараться можно вот тужиться, перетужиться. А строители, монолит, когда льют, у тебя же это не панельщина. Конечно. Это же не панельщина. Где коэффициент все равно болтается. Туда-сюда. 40. Это другой момент. Мы сэкономили 8 миллионов. Я искал 4. Соответственно, если мы 12 берем, мне нужно еще 28. И я, в принципе, перекрываюсь. Может быть, еще что-то останется на хороший вклад полугодовой под 16%, который сейчас используется. Такой ключевой ставкой. Потому что клиенты даже приходят, приходя к нам с наличными, они думают зайти в эту рассрочку, не получить скидку и положить 20 миллионов на 6 месяцев. 15,6. Хорошие сейчас вклады. И пока такая ключевая, ей надо пользоваться. Абсолютно верно. Абсолютно согласен. Соответственно, вы у меня возьмете в трейд-ин сами, условно говоря, ваши партнеры, да? Да, наши партнеры возьмут вашу квартиру, оценят по рынку, и за 2 месяца можем продать. И тогда, в принципе, у нас есть услуга трейд-ин, которая бронь стоит не 200 тысяч, а 300 тысяч на 60 дней. За 60 дней наши партнеры обязуются реализовать вашу квартиру. Причем, если они не реализовывают, то мы бронь возвращаем. Лучше это... Когда инфраструктура спортивная ведется? Смотри, Никит, она делается параллельно. То есть, допустим, для катка, да, Искра, мы построили уже новую раздевалку. В этом году начнется строительство большого фока как раз, который 13 тысяч квадратных метров. То есть, летом строительство, полтора года строится. В принципе, к сдаче второй очереди уже спорт будет на 90% готов. То есть, спорт, он делается параллельно со строительством и к последней очереди он уже должен быть полностью у нас закончен. Соответственно, инфраструктура у тебя откроется в 26-м году или 27-м? Надо рассчитывать на 26-й год. 26-й год. В последнюю очередь. Соответственно, 25-й, пока заезжаем туда-сюда, 26-й. Ремонт. Да, да, 26-й, и она должна открыться. Просто многие еще путают, что у нас первая очередь, да, со второй очереди разница год, но у нас выдача ключей порядка там 6-9 месяцев, да, будет. Плюс ремонт. И уже когда вы будете после ремонта заезжать, у вас дома уже будут стоять, водиться эксплуатацию. Не будет шума, грязи, пыли, кранов и строительной площадки. Вторая очередь. Вторая очередь. Есть ли там что-то во второй очереди, которое сдается, ключи я получу в 26-м году? Какая-то такая схема, когда я тебе 5%... Да, конечно, это распространяется и на вторую очередь. Единственное, там надо смотреть по цене, почти плюс-минус то же самое. Из-за того, что низкие этажи были уже выкуплены на старте прошлой осенью, да, и сейчас средние и высокие этажи. У нас чем выше этаж, тем цена увеличилась. Это понятно. Скажи, пожалуйста, вот со старта продаж, когда вы стартовали? Мы стартовали летом 22-го года. С продажами? Да, вообще. Вот по чем было? На какой рост получился? Рост у нас получился с учетом ситуации в стране, мобилизации, всего-всего, за год мы выросли на 15%. Сейчас плюс 15. То есть я мог эту квартиру, там, 48 миллионов мы считаем, то мог взять за 44. Даже, по-моему, 42. 42 даже, да? Такие планировки, конечно. То есть от 1 до 2% стабильно каждый месяц у нас идет рост. В принципе, в такой гипотезе мы можем говорить, что стоимость к сдаче может прийти 550. 550-600 за метр, да, это реальные цифры, к которым мы идем медленно, но верно. Так, мне нужно семейный совет делать, мне нужно финмодель встроить и крепко подумать. Обязательно. Как говорят, с этой мыслью надо переспать. Пойду-ка я пересплю с этой мыслью. Ну что, друзья, есть над чем подумать. Для меня локация, ну не моя, нужно привыкать к ней, потому что я привык к центру. Мы сейчас смотрим разные локации уже. Мы отошли от Павелецкой и смотрим разные локации, поэтому здесь почему бы и нет. ВДНХ близко, Метро Ботсо близко, МЦК. Цена меня очень заинтересовала, потому что такую цену, но сегодня мало что есть. Все начинается премиальное от 600, 700 тысяч, 900 тысяч за квадратный метр рублей. Мне здесь очень понравилась спортивная инфраструктура. То есть реально здесь не шаговая доступность до разных спортивных объектов, а во дворе. Вот вы представляете, мы же все играли в футбол, в хоккей, во двор выходили и там разными играми занимались. Здесь полноценная инфраструктура для того, чтобы дети росли, образовывались, развивались. Сам концепт офигенный. Ну просто реально офигенный. Вопрос, конечно, для меня, как человека, который привык жить в центре, нужно будет перестраиваться. Но есть над чем задуматься, реально. Единственное, конечно, хотелось бы, чтобы они еще отделочку сделали, но с отделочкой, конечно, будет дороже. Ну что, пойду советоваться с супругой. Однозначно. Этот объект у меня в шортлисте стоит. Однозначно. Будем смотреть, будем считать, ну и принимать решение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова